здравствуйте это формула бежу меня зовут ольга я мастер я делаю украшения а еще я снимаю обзоры в которых показываю материалы которые используют для создания своих работ сегодня будет выпуск про бусины я получила много разных бусин из разных материалов надеюсь что вам будет интересно на все бусины которые я сегодня покажу я оставлю ссылки ссылки вы найдете под видео после слова еще а для тех у кого возникают сложности с просмотром здесь вы можете посмотреть это видео и остальные видео на моем канале янда в яндекс дзене и ссылки на материалы там тоже есть итак я подготовила товары к распаковке как вы видите распаковала не все чуть позже вы поймете почему а мы начинаем в моем сегодняшнем обзоре только один вид металлических бусин ну зато какой это гигантские огромные бусина давайте поближе их рассмотрим посмотрите вот такая крупная бусина мне кажется в стиле яиц фаберже немножко напоминает рисунок вот это вот насечка и мне кажется что вот здесь вот в середине здесь вот центральная линия даже она какая-то немного ажурная как будто бы там есть прорези а все остальное просто рисунок на поверхности и сколько получается 6 рядов фианитов разного размера просто очень крупная бусина вот с таким вот большим отверстием бусина достаточно тяжелая это надо учитывать но и вообще не в каждое украшение такой размер подойдет давайте посмотрим что за размер больший диаметр 21 с половиной миллиметр меньше диаметр около 17 я уже сказала бусина достаточно увесистая смотрите как шикарно они выглядят цена тоже такая немаленькая но в пересчете на 5 бусин они придаются лотом по 5 штук в принципе для такого размера и для такого качества неплохо вот но здесь надо подумать это должно быть какое-то украшение такое царское очень уж они крупные и очень выглядят богато следующие бусины которые мы с вами посмотрим это вот такие капли но капли необычной формы непременно хотела вам их показать честно говоря немного волновалась что же я получу заказала розовый кварц розы кварц безусловно природный безусловно не затонированный то есть это его природный такой нежный розовый оттенок чем меня эти бусины очень подкупили но заказала я конечно их из-за формы вот такие широкие 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 капли и из-за огранки кушон кушон это вот такие вот подушечки такие капельки можно заказать в разных количествах не помню можно ли заказать одну но две три четыре точно можно заказать я заказала три на комплект подвеску и серьги и у меня две капельки более такие матовые с более забитой структурой и 1 по прозрачнее и у продавца еще есть много других интересных минералов я очень надеюсь что они тоже природные также как и розовый кварц который достался мне вот смотрите вот эти две капельки предполагается что они будут у меня на серьги у них есть более прозрачные участки и менее прозрачные размер у них одинаковые то что они немножко кажутся разными великими это от того что я в камеру держу не на одном уровне сами подвески так по толщине они тоже одинаковые и третья подвеска как вы видите более прозрачная но тоже со структурой сильно она не выпадает из комплекта но вполне можно сделать и серьги и кулон вот наверное продавца можно попросить подобрать пограни для гарнитура более подходящие более ровные например по окраске по прозрачности но это не точно также у продавца была другая форма более привычная на форма капель не такие широкие вписаны и как бы в равнобедренный треугольник а более вытянутый в общем не эта позиция показалась интересной вполне адекватной по стоимости следующие бусины мы рассмотрим вместе это стеклянные бусина не позит позиционируется как лэмп ворк но вероятно это так и есть вот такие вот стеклянные прозрачные бусины с цветной серединкой у меня сиреневая золотом и персиковая золото ну вот честно могу сказать что от этих бусин я ожидала большего как то вот эти бусины мне показались очень похожи на авантюрин золотой песок но естественно авантюрин в кавычках для стекло золотой песок которые называют авантюрином а вот эти бусины просто имеют такую лавандовую приятную расцветку но мне кажется какой-то у них немножко грустный внешне вид вот но в любом случае наверное для любой бусины можно найти место в украшении но вот здесь вау эффекта не получилось как-то я ожидала немного другого даже не могу сформулировать что именно вот но имейте ввиду что вот такие вот бусины есть у меня 10 и 12 миллиметров качество неплохое но отверстия крупные не буду замерять но я думаю что больше двух миллиметров в общем надо подумать где их использовать в целом бусины неплохие а вот следующий вариант бусин мне понравился намного больше вот такие вот крафтового вида квадратики как будто бы сделаны это грубо нарезаны сделаны вручную с таким штампиком виде то ли солнышко то ли цветочка очень интересных оттенков причем цвета с переходом вот здесь такой розово-голубовато-сиреневатый здесь зеленый с бежево-желтым наверное вот так бы я сказала в общем вот эти мне понравились очень достаточно крупные кубики они вы видите тут видимо никто не стремился к правильности формы то есть они нарезаны вот прям как получилось вот но в момент распаковки а все товары которые я вам сегодня показала я получила впервые и распаковала прямо в момент съемки вот здесь мне пришлось выключить камеру и посмотреть потому что эти бусины сразу у меня вызвали небольшие сомнения в том что это не цветное стекло от стекло с напылением с окраской по верху вот смотрите если мы рассматриваем эту бусину мы видим что в принципе она прозрачная лишь одна гранит и бусины имеет такой зеленоватый оттенок если перевернуть кажется что 2 на самом деле одна это очень хорошо видно сбоку я естественно решила проверить для того чтобы достоверно вам сказать что же это такое я проверила здесь действительно нанесено напыление вот по одной грани немножко по ребру естественно в силу оптических свойств стекла но здесь стекло прозрачная она просвечивает и кажется что бусина окрашена полностью но это не так окрашена только ребро и вот это вот поверхность но конкретно в этой бусине вот это покрытие в принципе растворителем можно стереть я не стала стирать до конца но я взяла жидкость для снятия лака поводила вот по тем сторонам которые мне показались прокрашенными и действительно у меня оставались следы от краски я не могу сказать что это хорошо или плохо и на самом деле наверное такой способ обработки бусину направлен потому что цена за 10 бусин такой интересной формы небольшая но мне честно говоря хотелось бы наверное другого вот но для каких-то украшений в таком в бога стиле там где не требуется какая-то ювелирная обработка наверное они подойдут посмотрите как интересно выглядят эти бусины если она стоит украшение вы видите ее вот с этих сторон где нанесен рисунок и это действительно очень очень интересно видите проглядывают разные оттенки но мне конечно жалко что это не окраска стекла а именно окраска поверхности бусин пусть и устойчивая видите какие они в общем приобретать эти бусинки или нет решать вам но в целом они производят очень приятные впечатления вот прямо не хочется с ними расставаться и посмотрим еще одну разновидность стеклянных бусин я не стала их доставать из пакета потому что именно в этом варианте видны различия по оттенкам я заказала бусины 14 12 10 8 и 6 миллиметров и вот четко видно что 6 миллиметровые бусины немного отличаются у них не такой серый голубой оттенок как у остальных вообще бусины роскошные это сатиновое стекло бусины с эффектом кошачьего глаза помните я рассказывала в одном из недавних видео про улексит или иногда это называют селенид вот вам улексит и селенид это просто сатиновое стекло оно очень похоже действительно на природный камень у него есть такая некая внутренняя структура и люди не следующие могут подумать что это действительно какой-то природный материал но это просто стекло с таким эффектом с бегающим эффектом кошачьего глаза такие стекла могут быть любых оттенков но обычно их окрашивают в какие-то такие нежные розовые голубоватые сиреневатые кремовые серые оттенки я купила все размеры но вот смотрите вот самые крупные 14 наверное мне кажется на камеру тоже будет видно вот здесь оттенок более теплые чем вот этот вот такой вот серо-голубой холодной даже с легким сиреневатым над цветом конечно бусины шикарные по качеству но вот в плане калибровки или как это назвать разбора по оттенку но здесь явные проблемы поэтому решайте сами заказывать или нет именно во всех размерах какой-то определенный цвет потому что может прийти как у меня разнобой по цвету а бусины просто отличные мне понравились они мы приступаем к самой интересной части нашего ролика я надеюсь вам понравится давайте начнем первая ниточка которая вам хочу показать это искусственный гематит или гематин вот такой вот интересной форме форма такой хорошо заголтованной гальки естественно эта форма она сделана искусственно и и такая ниточка она выглядит вот такой вот галтован и потому что бусин имеет как будто бы все неправильную разную форму на самом деле форма одна просто они переворачиваются на нити и одна сторона плоская с другой стороны вот такой вот как ребро как уголок сглаженный и за счет этого получается такая такое ощущение естественной формы камней вот эта форма гематина она появилась на рынке недавно по крайней мере я ее увидела недавно меня честно говоря немного удивляют люди которые пишут как вы это не видели почему для вас это новинка вы знаете я говорю за себя они за вас и не за кого-то другого если я увидела какой товар который у меня раньше не было который мне не встречался в обзорах других мастеров для меня это новинка и никак иначе потому что другого критерия у меня нет эти бусины появились у разных продавцов но как правило с дорогой доставкой мне кажется я нашла оптимальный вариант и вот я наконец купила эти бусинки они действительно мне понравились тем что производят впечатление такой естественной формы они гладкие с хорошим покрытием гальваническим если охарактеризовать именно этот оттенок металла я бы назвала его стальным посмотрите как хорошо нанесено покрытие я намеренно говорю не прокрашена потому что гематин не красят а погружают гальванические ванны и это покрытие наносится гальваническим способом но из-за того что его этой обработке подвергают на нитях и бусины примыкают друг другу часто в районе отверстий возникают на такие проплешины то есть родной цвет вот этой вот масса вот этого состава который близок по составу к природному гематиту но не является природным гематитом здесь вообще нет никаких нареканий по покрытию просто каждая бусинка отлично покрыта ну и вот это неправильная форма она добавляет конечно прелести 40 по моему один или 42 сантиметра достаточно короткая ниточка размер 7 на 8 следующая ниточка я точно никого не удивлю потому что это самый обыкновенный халцидон такого дымчатого серого цвета такой желейный полупрозрачный но достоинство на мой взгляд очень большое достоинство этой нити в том что здесь превосходная огранка здесь халцидон в огранке кубик кубик достаточно ровный кубик сложный такой со снятой фаской по краю с не острыми углами это сразу повышает статус этого в общем-то достаточно простого минерала и мне кажется что вот такой вот халцидоновую нить вполне можно использовать какой-то красивой подвеской и будет очень стильно смотреться еще с красивой фурнитурой единственное что вот эта ниточка она короткая ну чуть побольше чем 30 но в общем имейте ввиду что на чокер этих камней без добавки чего-либо не хватит размер такого кубика 5 небольшим миллиметров кубик не выглядят мелким и размер очень такой достойные для небольшого колье для какой-то нити на которую можно закрепить красивый кулон или подвеску я считаю что отличный вариант и сейчас я вам показываю яшму из одного известного магазина магазин который специализируется на достаточно крупных камнях и его ассортимент этого магазина во многом отличается от других подобных в любом случае в этот магазин я заглядываю что-то для себя в нем нахожу то чего нет ни у кого другого и в этот раз я приобрела вот такую яшму пикассо форме таблеты в лоте было две нити обратите внимание может быть покажется что цена большая для яшмы но когда вы поймете что это за две нити не такая уж она и большая я все думаю как вам показать чтобы все богатство красок все богатство рисунков вам продемонстрировать но форма этих камней она такая браслетная но в принципе размер не очень большой поэтому вот эти вот таблеточки наверное и в виде небольшого колье красиво лежащего на плечах тоже будет выглядеть неплохо 12 миллиметров диаметр бусин толщина чуть больше чем 5 на цветовая гамма вы видите терракотова зелено-серо-коричневая есть несколько бусин с дефектами причем пара бусин вообще невозможно будет использовать такие около отверстия очень приличные очень приличные дефекты на бусин много я боюсь что я в камеру их не найду просто поверьте на слово но вот пара бусин отсюда уйдет из всего этого количества посмотрите какие красивые цвета и оттенки у яшмы пикассо очень милые таблеточки а вот кстати бусинка вот с таким вот дефектом но зато мы видим ее структуру не можем посмотреть а что у нее внутри вот но вообще конечно очень красивая яшма для осени вообще шикарно и цена тоже хорошая и безусловная звезда моего сегодняшнего показа просто абсолютно шедевральные бусины это окаменелый коралл коралл хризантема я уже показывал неоднократно бусины закаменелого коралла это древние кораллы которые в результате геологических процессов структура органическая структура кораллов была замещена различными минералами но замещена именно по органической структуре поэтому рисунок сохранился вот что-то такое типа осадочные яшмы окаменелый коралл посмотрите какие роскошные узоры посмотрите какие роскошные рисунки какая текстура у этих бусин какие великолепные цвета и оттенки от этой нити я под большим впечатлением буду думать что с ней делать безусловно это украшение нашего сегодняшнего обзора бусины достаточно крупные 23 миллиметра длина 10 миллиметров диаметр и здесь на нити у меня 15 бусин и на этой эффектной ноте я хочу закончить свой обзор поставьте мне пожалуйста лайк если вам понравились материалы которые я сегодня показала благодарю всех кто заходит на мой канал здесь или в день я желаю вам успехов в творчестве желаю вам удачного шопинга на просторах интернета а пока всем пока